Здравствуйте, я Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл об истории средних веков, четвертый сезон этого цикла, в котором мы говорим о странах Ибрийского полуострова, Испании и Португалии. Прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу напомнить, что продолжается война, активная фаза войны, которую развязала путинская Россия против Украины. Я сейчас нахожусь в безопасном месте, не дома, но здесь я могу продолжить работу над циклом, поэтому мы в какой-то мере еще продолжаем эти выпуски. Не знаю, насколько это будет продолжаться, но посмотрим, как будет длиться эта война, но я надеюсь на, конечно, победу Украины. Вы можете поддержать мой проект, присоединившись к сообществу на сайте patron.com.ksoval.kho.klov. И также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вал Хохлов. Ну а теперь переходим к этому выпуску. В принципе, это блок цикла, посвященный историческому контексту той эпохи. Как всегда, этот аспект мало освещен на Википедии, где довольно много материалов о жизни тех или иных королей. Но я почему-то заметил, что контекст вызывает меньше интереса у зрителей и слушателей, чем события. Хотя это для меня не очень понятно, ведь найти информацию о том, что делать тот или иной король, вы легко можете. О том, как жили люди, какие были институты, как функционировало общество. В Википедии гораздо сложнее, но в принципе в книгах историков это есть. Я основываюсь на книге Альтамиры и Кривея, и там эти аспекты исторического контекста освещены. Эти материалы, мне кажется, более ценными, потому что их сложнее найти в интернете. Итак, если мы смотрим на северо-западное королевство, Астурия, Галисия и Леон, то они сумели максимально сохранить Вестготский элемент. И не только в начале своего существования, не только в 9 веке, но даже и в 10 веке. И даже в 11 веке еще нередко их жители называли готами по привычке. Леоно-Кастильские короли продолжали линию Вестготской монархии. Мы уже об этом говорили в символическом плане. Вот когда я был в Сибири, я на это обратил внимание. В перечне портретов королей, которая завершалась королями уже Единой Испании. До того были Кастилья, Леон, Астурия. Но до Пелагия был последний король Вестготов. И дальше еще шли предыдущие короли Вестготов. То же самое мы видим возле королевского дворца в Мадриде. Статуи Вестготских королей. То есть мы видим, на символическом уровне преемственность обчеркивалась. На самом деле она существовала также и в юридическом плане. В структуре общества мы видим те же сословия. В принципе это все начинается даже не с Вестготских, а с римских времен, поздней Римской империи. Мы об этом говорили в первом выпуске первого сезона. Мы об этом также упоминали во втором сезоне, когда изучали Вестготскую правду в ее редакции середины 7 века. Альтамира Квей пишет о довольно четком разделении общества на свободных людей и рабов, или же сервов. Свободные подразделялись на знатных и плебеев. Это не может не вызвать те же коннотации с первым выпуском первого сезона, когда мы говорили о четырех сословиях в Поздней Римской империи. На самом деле я думаю, что как раз вот эти три из четырех образовались. Ну понятно, рабы это рабы, плебеи это плебеи. Ну а знатное сословие, там два сословия объединились в одно. То есть то ли первое и второе, то ли второе и третье объединились в плебеях. Но это не суть важна. Главное, что преемственность довольно хорошо просвеживается. И даже сами латинские термины, которые использовались для представителей наследственной знати, винсенсы, магнаты, фотостады, оптиматы, говорят об этой преемственности. К слову, примерно тоже можно иногда увидеть в источниках Южной Франции. При этом следует четко отделять, знать того времени, о котором я только что говорил, и Вестгодскую знать, или же Вестгодских графов, которых называли кондес. Это были чиновники короля, и изначально они не имели своих земель, или они могли иметь свои земли, но графство, или там округ, которым управлял граф, это не были землями графа, это не был его феор, например. То есть вот поэтому это были именно чиновники, назначаемые лица. Это была служивая знать, которая целиком и полностью зависела от короля. Здесь мы также четко видим разницу между бенефициями и аллодами, как и в королевстве франков. То есть аллод это частная собственность, полная, а бенефиция это пожалование, условная собственность, которая жалуется за какие-то, не то чтобы заслуги даже, а для того, чтобы человек мог нести службу к королю, ну или с нее. Более низкой по положению знатью были инфансоны. Альтамира и Кривей пишут о них как о знати второго ранга, но при этом прямо указывают на то, что инфансоны находились в прямой зависимости от короля. Но нечто подобное мы уже видели, если вспомнить опять же второй сезон, песни о Роланде. И там мы четко видели употребление термина барон в его таком раннем смысле, когда он только-только появился. Баронами там в этой редакции изначально песни о Роланде называли прямых вассалов короля. Там могли и герцога назвать бароном, и графа назвать бароном. Почему? Потому что барон не был именно титулом, как бы владельца феода определенного типа баронии. А барон был титулом, вернее обозначением прямого вассала короля. А титул мог быть герцог, граф мог быть с титула. Но главное, что это вассал короля, непосредственно принесший ему присягу. Вот в этом смысле инфансоны, похоже, являются прямой, прямейшей аналогией. Ниже инфансонов стояли те, кого Альтамира и Кривей называют кабальверус или милитас. Ну мы уже тоже знаем это слово милитес. Это множественное число от латинского слова воин. То есть это воины. И этим словом, латинским словом, изначально обозначали рыцарей. Посмотрим на документы тоже вот начала высокого средневековья. Рыцарей называли милитес. Собственно, вот это одно и то же. Кабальерос, всадники. Тоже во французском мы видим шевальер. Но это более позднее слово. Потому что для раннего средневековья рыцари были именно воины, милитес, а не всадники. Потому что для всадников существовало другое латинское слово, экитес. Но вот из экитес получается кабальерос. И уже в более поздний момент времени кабальерос и милитес становятся одним и тем же. Это и есть рыцари. Но на самом деле, как вы видите, для нас это несущественно. Мы видим, что то же самое происходит в Испании, что и в других странах Западной Европы. По всей видимости, на этом же уровне рыцарей находились так называемые инфансоны де фуэро. Само слово фуэро мы дальше будем встречать очень часто. Но это, скажем так, грамота или хартия короля. То есть, получается, инфансоны де фуэро это инфансоны, или скорее нет, не инфансоны, а лица, которым титул был пожалован грамотой короля. И поэтому они были, как мы, скажем так, увидим впоследствии, ниже, чем настоящие инфансоны, которые получили это по наследству. Поэтому инфансоны де фуэро это скорее то же, что и рыцари. А инфансоны настоящие это то же самое, что и бароны. Я считаю, что вот такая аналогия, она вполне оправдана. Далее были свободные люди, которые не входили в знатное сословие. Они часто искали покровительство знати в форме, которая также нам хорошо знакома из первого сезона. Более того, она существовала и в римской аварии. Она упоминается о игосгодской правде. Под разными именами, но она и та же форма. Это форма патроната. То есть, когда клиент обращался к могущественному человеку, к патрону за покровительством, в обмен поддерживал своего патрона. Материально и не только. Эта форма начала называться энкомьеда или бенефактория. И вот как описывает реализацию этой формы Альдамира Эквивиа. Свободные люди добровольно уходили под покровительство знаки в поисках защиты. Часто отдавая за это им часть имущества или беря на себя оплату даний или оказание некоторых услуг. Условия определялись соглашением между патроном и его клиентом. При этом, если патрон не оказывал должной защиты, то клиент мог его покинуть, искать покровительство у другого. И мы уже видели нечто подобное. Это механизм того, что мелкие аладиальные собственники в том же франкском королевстве искали покровительство знатных сеньоров. Отдавали добровольно свои алады, чтобы получить тут же их как бенефиции. То есть становились бенефициарными, а не аладиальными собственниками, отдавая, грубо говоря, свою независимость в обмен на покровительство. И по сути это были те же пелланы. То есть мы их называем крепостными. А на самом деле это арендаторы земель Макнатов. Как и прежде, здесь у нас возникает противоречие. Или вот такое восприятие противоречивое крепостных и крепостного права. Альтамира и Кривея сводят крепостных к сервам, то есть к рабам. Таким образом, делая серваж синонимом крепостной зависимости. Или сервитюд, как это называлось. Сервдом. С другой стороны, Гизо. Или, например, такой известный историк советского времени, как Гуревич. Четко различали эти два феномена. Я как раз поддерживаю эту точку зрения. Так мои слова выше о превращении мелких аллодиальных собственников в крепостных. Вполне соответствуют тому, что писал Гуревич. Причем, ну, я его тогда не читал. Я опирался на работу Гизо. Но фактически потом я посмотрел, что у Гуревича то же самое. Ну, примерно то же самое. Ну, у Гизо, я считаю, более такая обоснованная позиция. Более фундаментальная. Потому что он сводил эту крепостную зависимость к естественному продолжению римской формы колонната отношения аренды земли без права арендатора или арендодателя в одностороннем порядке разрывать эту аренду. То есть арендаторы становились как бы привязанными к земле. Это был и плюс. Это были и минусы, конечно. Но они получали уверенность в завтрашнем дне взамен на свободу перемещения. И, конечно, с обязательством в видеоретной платы трудиться на поле сеньора и отдавать ему часть своих плодов, своего труда. Но при этом их нужно четко различать с рабами, то есть с лично несвободными людьми. Тогда получается, что в Истурии, Северо-Западной Испании оставались сервы. То есть рабы в прямом смысле этого слова. И это было наследие визгодских, а до того и позднерибских времен. И их нужно рассматривать отдельно от колоннов и, конечно, отдельно от крепостных. Серва как рабы – это была живая вещь, в общем-то. И тогда легко понять, что владелец имел полную власть над ними и над плодами их труда. У них не было личной собственности, конечно же. Когда Альтамира Кривея говорит о вольноотпущенниках, то я считаю, что речь может идти о предоставлении свободы сервов. То есть был раб, его отпустили на волю, он стал вольноотпущенником. И при этом могли быть условия, на которых он отпускался на волю. В том числе условия трудиться на арендованных у сеньора земле. То есть вольноотпущенник, по сути, становился крепостным. Это еще один путь, как создавались крепостные. Но уже не из свободных, а из рабов. И дальше, вот интересно, у Альтамира Кривея есть термин «хульерос». Если, кстати, посмотреть, как это пишется, то это подобно английскому «джуниор». То есть это младшие люди. Хульерос значит «младшие люди» тоже. И это, собственно, и есть крепостные. Хотя Альтамира Кривея пишет, что вот хульерос – это вольноотпущенники. Но при этом он дальше пишет, что была еще и другая часть хульерос, которые всегда были лично свободными. То есть это подтверждает то, что я только что сказал, что крепостными можно было стать двумя путями. Или свободные люди добровольно шли к сеньору в поисках покровительства и защиты, становясь его крепостными. Или сеньор отпускал своих рабов на волю, делал их вольноотпущенниками на определенных условиях той же крепостной зависимости. И фактически крепостные по отношению к сеньору были тем же, кем клиенты-колонны были по отношению к магнаду землевладельцу. А, кстати говоря, старшие люди – это и есть сеньоры. Ну, прямой смысл слова «сеньор» – это и есть старшие. Все теперь становится логичным. Кстати говоря, я не знаю испанского языка, но я нашел в интернете такой труд Гарсия Ривеса, который называется «Социальные классы в Лионе и Кастилье». Он написан по-испански, но термины там можно найти, вот эти же «хуньорос». И эти «хуньорос» находятся в подразделе «колонны», а он в разделе «свободные люди». А есть еще отдельно раздел «сервер». То есть видно, что Ривес помещал «хуньорос» в раздел «свободных людей», а не в раздел «сервер». В высоком Средневековье ситуация усложняется. С XI века в Лионе и Кастилье проходят существенные изменения в социальной структуре общества, потому что идет рост и развитие королевств. Структура усложняется, идет борьба между королем и знатью, при этом расширяется база свободных людей и ослабляется крепостная зависимость. То же самое мы видели во Франции, то же самое происходило и в Брагестанах, Западной Европе. Это очень логичный процесс. Он постепенный, он эволюционный и плавный, но он везде шел. Среди знати сохраняются два уровня. Условно говоря, магнаты и рыцари. Когда мы говорим о борьбе королей и знати, это, конечно же, борьба королей и крупной знати, но магната. В противовес этому короли оберрались на рыцарей и на буржуа, на свободных горожан. Знать, в свою очередь, почему с ней королей борется? Потому что она становится все более независимой. Мы видели, как укрупняются феоды, консолидируются феоды и усиливается положение магната. Хотя, Альтамира и Кривеа указывают неоднократно, что для Леона и Костелия не характерна полная реализация системы феодальных отношений. Знать там была все-таки не такой независимой, как во Франции. Но, тем не менее, из того, что он пишет, я не могу не провести параллели с феодализмом в том виде, в котором мы о нем говорили в первом сезоне. Магнаты, которых с XII века называют Рикос Омбрас, сохраняют свои земли, полученные, вероятно, когда-то в качестве временного держания, то есть бенефицией. И их нельзя было лишить этой собственности, за исключением измены предательства, которые были сопрошены с изгнанием за пределы королевства. Римские наименования уже исчезают на этом этапе. К Рикос Омбрас относятся графы и патестады. А патестады это представители высшей знати, у которых не было графского титула. Как ими могли быть? Люди это, например, высшие должностные лица королевского двора, но которые не имели титула графа. Их и называли патестадами. Сохраняются инфансоны. В XIII веках так по-прежнему именуют прямых вассалов короля. Вот такое классическое понимание термина барон. И обычно они держали земли от короля и имели право юрия с гипцией на этих землях. Но интересно, что Альтамир Эквеа говорит, что на этом же уровне существовали некоторые milites nobilas. Ну то есть это очень похоже на рыцарей, которые в течение долгих поколений принадлежали к этому сословию. Наверное, к высшей его части. И благодаря этому стали уже восприниматься так же, как инфансоны. Хотя изначально мы говорили, что инфансоны это было выше, чем просто milites. Ну, дело в том, что вообще сословие рыцарей в ионикости существенно расширилось. Видимо, поэтому наследственное рыцарство стало так цениться. Я вот для себя это могу так только пояснить. Дело в том, что просто словом milites уже в высоком средневековье, или словом kabalias, которое более стало распространенным, стали называть довольно много людей. Это расширение рыцарского сословия шло из широкого пожалования рыцарского титула горожанам простых сословий. Их еще называли kabalieros de villa. То есть рыцарями считались все, кто мог позволить себе купить коня и вооружение для того, чтобы идти в военный поход. Альфонс VII в фуэра, пожалованном городе Толедо, сформулировал это таким образом. «Всякий, кто пожелает стать рыцарем, достанет им и доживет по обучаям рыцарям свойственным». То есть видим расширение рыцарского сословия. В этот период высокого средневековья в королевстве также растет влияние духовенства. И особенностью этого сословия был его иммунитет. Он был еще установлен на 4-м Толедском соборе в 633 году. Как личность, так и имущество духовных лиц не подлежали светской юрисдикции. Только церковный суд. Клирики не оплатили налогов, пошли на дорожных сборов. Постепенно королицы с этим начали бороться. Тот же Альфонс VII в фуэра, пожалованном городу Куэнте, запрещал светским лицам продавать свое имущество церкви. Также кортесы, когда они образовались, обращались к королю неоднократно, чтобы было запрещено передавать светские владения церкви. Но следует отметить, правда, что некоторые земли, которые король жаловал церкви, жаловались как феоды. То есть клирики должны были, ну не сами, но нанимать каких-то вооруженных людей, воинов, которые участвовали в походах по призыву короля. Да, наибольшую разницу с ранним вековьем мы видим в положении среднего класса, то есть буржуа, жителей городов. Но это неудивительно, в уморганизации мы об этом будем говорить отдельно. Поэтому сейчас о горожанах не говорим. Перейдем к крестьянам, пару слов о них. К началу XI века рабство в предыдущей эпохе морально уже устарело. Альтамир и Активея пишут о том, что многие сэры в это время добились улучшения своей доли. И перешли в сословие хуньорос, то есть из рабов крепостных. Как я говорил раньше, вот хуньорос, это и есть собственно крепостные, лично свободные, хотя и арендаторы. Поэтому термин эмансипация, то есть освобождение рабов, о котором пишет Альтамир и Активея, он вполне обоснован. К концу XII века были также четко определены размеры семи реальных повинностей, так что крепостные стали более защищены юридически. А в 1215 году Альфонс IX разрешил хуньорос де эредат, то есть одному из типов хуньорос, которые арендовали коронные земли, свободно переходить на земли архиепископа Сантьяго. И был разрешен также обратный переход. А постепенно к концу XIII века право свободного перехода распространилось на всех. И крепостные стали иметь возможность менять сеньоров. Правда были два вида. Вот в XIV веке эти хуньорос де эредат вообще не имели никаких ограничений, то есть могли переходить от сеньора к сеньору. А хуньорос де кавеса, они тоже могли свободно переходить от сеньора к сеньору, но свою подушную подать они должны были платить через своего первого сеньора, то есть к которому они были, грубо говоря, приписаны изначально. Ну и в завершение этого выпуска пару слов о семейном праве. Семья в Астурии, Леонид Костильев, чем-то продолжает традиции Лесгорского периода, когда идет, по сравнению с римским периодом, ослабление власти мужа над женой, отца над детьми. Мужчина по-прежнему глава семьи, жена должна согласовывать с ним все свои контракты, покупки и так далее. Нажитая в браке имущество считается совместным, а когда один из супругов умирает, то другой получал свою часть. Я напомню, что в бескотское время дети наследовали отцу, а жена мужу нет. В принципе, в наследовании короны мы видим определенные такие германские тенденции, причем не солические, потому что в солическом праве женщина не могла наследовать корону и даже передавать. Помним, как после смерти Филиппа Красивого развозилась вскоре после смерти его сыновей столетняя война, потому что на нее претендовал король Англии Эдуард Третий, который был внуком Филиппа Красивого, но через его дочь. И ему корону не дали, а дали племяннику короля Филиппу Деволуа. А в Испании все было по-другому, ну вернее в Леоне и Кастилье. Женщины, хотя и, ну они наследовали трон, правда если женщина была замужем, то королем был ее супруг, именно королем. Но по праву жены, а не по собственному праву, это большая разница. И конечно же была передача через женщину короны от деда к внуку, это вообще ни разу не проблема. Но, что касается обычных детей, то до совершеннолетия они оставались во власти отца, но отец уже не имел такой власти, как во времена Рима. Он не мог продавать детей, отдавать их в качестве заложников, увечить их, тем более убивать. Вступая в брак или достигая совершеннолетия, дети выходили из-под власти отца. Наследство отца делилось в первую очередь между законнорожденными детьми, но даже иногда незаконнорожденные могли претендовать на часть наследства, хотя с ограничениями. В Испании той поры была распространена практика квазибрачного союза между холостым мужчиной и незамужней женщиной, так называемая барраганья. Часто духовенство использовало барраганью, чтобы обходить ограничения целебатом. Дети, прижитые в барраганье, законными не считались, их называли бастарты, но они имели право наследовать часть имущества своих отцов. Семьи, особенно в старых частях королевства, Астурии и Галисии, были крепкие. Часто вместе жили несколько поколений одной семьи, женатые дети с свидетелями, даже дедами. Они не разделяли совместную собственность, ну такую как, не знаю, гумно, сад. Это было совместной собственностью всей семьи, это не позволяло дробить это семейное имущество. Если какая-то ветвь рода вымирала, то это имущество передавалось к родственникам по восходящей линии, как вот такой единый имущественный комплекс. Ну, в принципе, на этом данный выпуск мы заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Валкохлов. Присоединяйтесь к моему сообществу на Патреоне. Патреон.ком касая B-A-L подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Оставайтесь на этом канале. Будут следующие выпуски об историческом контексте эпохи. Я с вами тогда прощаюсь. До свидания и до новых встреч. Продолжение следует...